Так, оставьте, пожалуйста, оставьте. Мне больно не делайте, пожалуйста. Вам не больно, мне больно не делайте. Секунду, секунду, мне просто два помощи. Секунду, мне больно просто. По справке. Это что, насилие? Мне руку больно ломаете! 286-я плачет. Там, граждане, не нарушайте, граждане полицейские. Капитан, а чего вы пацанов-то подставляете? Мне так плохо. Они же сядут, а не вы. Давайте тоже, давайте. Не нарушайте, граждане. Тошнит меня! Друзья, перед просмотром этого видео прошу вас поставить этому видео лайк, написать множество комментариев, что вы думаете по этому поводу, а также подписаться на канал, нажать на колокольчик и подписаться на наш Телеграм, Инстаграм и группу ВКонтакте. Все, смотрим ролик. На первой. Как? Что? Что такое? Смотрите сколько, а вы поете. Сколько? А вы что? А вы что поете? Идите домой. Идите домой, живут. С дубинкой вам зачем? Зачем? Зачем дубинка вам? Бить кого-то будет? Мы не бьем. Ох, а зачем дубинка-то? Орехи колоть? А, орехи. Ага. Вы сегодня уже нарушили это. Все нарушили. Что мы нарушили? Что мы нарушили? Четыре сотрудника полиции здесь. Обратитесь. Заявление сделайте. Если мы что нарушили. Только когда им обычно делаешь заявление. Вот видите, человека на каталочке везут. Он тоже заявление полицейским сделает. Мы с ним подошли, они вас спрашивают. На улице четвертом этаже. А что вы от нас хотите? Почему от нас хотите? Ну, смотрите. Вот из него, вот сейчас сделали человека на каталочке. Сделайте заявление. Может вам тоже такое учить будет? Вот люди там больные. Они вообще-то... А мы что кому-то пристаем? А мы хотим, чтобы у нас нашего друга не было больным. Понимаете? Когда вот его взбивают, вот такие формы. Вы видели у вас? Походите за на дне. Выходите на протяжку. Ну, просто ладно. Про нарушение. Вы сейчас на хране, правильно? Да. У вас есть удостоверение с собой? Конечно, я есть. Покажите, пожалуйста. Покажите. Те всего, я должен показать. Ну, не хотите, можете отказаться, не показывать. Конечно, нет. Конечно, хорошо. Ну, вот, собственно, 20.16 кодекса административных правонарушений статьи отказался, показать удостоверение. Вот. Нарушил часть пятую статью 12.1 закона честно-то активной охранной деятельности. Сказал удостоверение? Конечно, да. У него нет, наверное. Смотри на него. Нет, говорит, есть, но не хочет показывать. Честь чего он должен показать? В честь части пятой статьи 12.1 закона честно-то активной охранной деятельности, на который вы, кстати, экзамен должны были сдавать. У нас все равно все. Все равно все. Все куплено. Ну, вот, покажи, где у вас. Может, вы тоже, как говорится, с улицы пришли. Ну, мы с улицы пришли. Мы с улицы пришли. Мы с улицы пришли. Мы никто, и мы с улицы пришли. Да. Мы никто. Вот по закону видели, никто может потребовать удостоверению охраны. Так же, как вот вы безболисты. У вас вообще в чем-то случилось? Я скажу. Мусора избили двух людей. Никола и Никола. Сейчас одного из Никола Николаевича привезли. Слышите, слышали, да? Полицейские избили человека. Точнее, может быть. Даже двоих. Да, да. А где второй дом? Иди на место на свой рабочий. Во-во-во, правильно. Ха-ха-ха. Хоть один нашелся. Так, молодые люди. Присядьте, молча, не шуметь. Спасибо. Владимир Владимирович, дело в том, что до нас просто докопался охранник с дубинкой, поэтому мы... Все, все, присядьте. Охранник с дубинкой. Ты посмотри. Все, мы сидим тихо, все нормально. Моя полиция меня бережет. Сначала искалечит, потом стережет. Что, все, Антон, госпитализирует? Да, да, да. Паша. Паша. Что с ним? Что? За решетку? Офигеть. Административный затеркнул за решетку. Как ощущения? Приятные, по сути. За решеткой? Мне чуть не получше чувствовало. Сколько мне, трюков сделал? Ага. Ну, вот здесь я не знаю, что этот человек... Что за счет? Что за счет? Это веб-палата. Веб-палата, да. Ну, что ты один? Тут, наверное, маньяки и убийцы для тебя сидели. Возможно. Лежали. И административно задержанные. Другие журналисты. Да. Кто у нас наравне маньяков и убийц? Значит. Увери приборил. Попjaw самом крылья? Совершенно. Собор banliek. Что-то не начало сliedira. Что-то, что политика не будет рассчитывать. Здравствуйте. Мы ждем адвоката, без адвоката мы не будем подписывать никакие документы. Мы ждем нашего адвоката, без адвоката мы никакие документы подписывать не будем? У нас есть юридический второй адвокат Владислав, который едет сюда. Нет, он едет сюда. Едет другой, который по Цибуляку, который ввел свидание, был возбужден и агрессивно. На неоднократные требования сотрудников полиции предоставить документы, предоставящие личность, пройти служебную автомашину для проследования, в отделении полиции категорически отказывался. Тем самым оказывал неповиновение и распоряжение требуемым сотруднику полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Воспрепятствие исполнения им служебных обязанностей. То есть совершил правонарушение, предусмотренное частью 1.19.3 кодекса Российской Федерации об оснащении правонарушения. То есть неповиновение сотрудников полиции. Я ему просил его выйти из здания, но он отказывался. Паспорт он мне не предъявлял. Ничего, как бы, законные требования нет. Да, познакомиться, просто зачитать все верно и верно. Как он тебе читать? Я не могу читать. Нет, только не ты. Человек не может читать, что действительно сотрудник полиции зачитал все верно. Да, все верно. То, что он может и не может расписаться. То, что человек отказывается от подписи. Я не отказываюсь. Я не могу сейчас расписаться. Адвокат сейчас едет. Врачи говорят обратно. Врачи говорят уже то, что вы здоровы. Да пусть отказываются на специализации. Пусть мне приносят. Они мне сказали, что я лежу еще здесь. 5 дней я должен здесь лежать еще. Сейчас напечатают справочку и поедем суда. Здравствуйте еще раз вместе. У нас имеется справочка, что вы абсолютно здоровы. Никаких проблем у вас со здоровьем нет. Можно проследовать вам. Как проследовать? Ну и мы сейчас хотят... Предлагаем опросить добровольно. Добровольно опросить с нами. Документы получены. Так его врач не выписал еще? Выписали. Где у него справка? Врач должен ему это... Врач ему должен справку дать. Вы считаете, что у вас задержали? А он задержан сейчас административно? Да, у него еще есть время. Просто в рапорте указано время 14.30 на него. Время 14.30. Ну то что за время? Адмистративное задержание на него было выписано. Уведомлен? Да. Адмистративное задержание на него было выписано. Уведомлен? Да. Уведомлен? Да. Уведомлен? Еще часа три назад ему необходимо приехать. А как он уведомлен часа три назад, если я... А на громкой связи сейчас Владислав Лунков? Вы нас слышите? Вы слышу, слышу. 14.30 меня доставили, а сейчас судья мыну за что-то вышло. Я не отказываюсь. Это был. Вы... Вы... Не сплывайте. 14.30 мы будем... Вы прибыль туда подключите. Ждите меня. Пара. Вы сплывайте. Послушайте пожалуйста адвоката. Послушайте адвоката. Послушайте адвоката пожалуйста. Ждите меня. Никто ждать не будет, судья ждет уже. Я ждю. Пожалуйста будьте добры и оденитесь. Вы гражданин вообще капитан. Вы гражданин. Вы только что мне сообщили что вы гражданин. представьте, фамилию назовите нет, капитан капитан постороннее лицо пусть выйдет отсюда, гражданин вы абсолютно здоровый человек как вас зовут? Кусев Анатолий Иванович, вы не нервничаете вы не махаете есть определенные процессуальные действия, которые нужно выполнять надеемся, пожалуйста, просто хорош капитан, чтобы представить всего адвокат попросил подождать а дальше выписывают они а где справка о том, что он здоров, ладно а выписной эпикриз, где? эту справку передает врач, пациент это по нашему запросу справка была я неуважаемый, я гражданин пройдите тогда туда ну вот для вас разницы нет кого приглашать, не для нас, а для больного эпикриз, выписной есть у него на руках как выписной эпикриз, защитник Сафронов Ваил Владимирович, в деле допущен защитник чего? защитник вот этого человека, а ничего я понимаю, что для полицейских нужно повторять по три раза я защитник, защитник, защитник на основании статьи 25.5 Кодекса административных правонарушений на основании ходатайства лица, привлекаемого к административной ответственности в верхней форме а так как вы гражданин, вы вообще не являетесь участником производства по делу покиньте помещение, пожалуйста вы мне сказали, что вы гражданин вы зачем ко мне насилие применяетесь? вы же видеозаписи ведете да не вы по нем посмотрите, что нет никакого насилия, правильно? так как и вот, к нему никакого насилия не применяетесь? кому если вы гражданин? мне скажите капитан, вы гражданин, вы же только что сказали будьте последовательны в своих словах я вас услышу отлично у нас полиция не с народом, полиция не помогает? конечно, насилие-то оказывают насилие не оказывают, оказывают сексуальные услуги насилие применяют полиция может только на ручки надеть и разговаривать ну, совершил правонарушение ассортивное а вы только снимали больше ничего сегодня я здесь не могу ему скажите человек выписан или нет? выписан на ручки почему он не выдумывается? ну, обращайтесь к врачу нам уже сказали а ты на ручки туда сходи он оказывает непоминовение явное то есть это не преступное а мы не знаем сейчас? ну, конкретно в отделе сейчас, нет в отделе? а вчера наказывал? да? в какой сне вообще никакие вопросы все говори с ними бесполезно ну, да они ж не отбитые не контуженные что с ними говорить что вам полезно да а выписка есть? не думаю, что тот из вас подошел и написал место работы пациента а он выписан, да? на данный момент он выписан? или нет? марина Александровна, нам сотрудники полиции предъявили справку о том, что он здоров ведь ни выписки, ни больничного листа ни врач не приходил документы на выписку только что доктор отдал я вас спрашиваю еще раз то есть он еще не выписал доктор или полиция его забирают документы отдали? мы нуждаемся в докторе который скажет что он выписан и доктор и в ординаторской ну, просто не дайте ничего времени противный случай если будет еще раз повторено он больной опять то же самое процедура больничная а физическое дело гражданин не угрожайте другому гражданину ну, это по вашему угрозу конечно больничный нужен? да, да, да и обращение не к вам будет вот сейчас жена напишет вы только вот объясните сотрудникам полиции что пока фрусальный диск вы не можете еще я еще раз говорю вам нужна лестница способность? конечно, нужен я еще раз спрошу если больничный не служит не служит не служит не служит не служит конечно забираем да вот организатор собственно часть третья статья 286 пункт А.Б и все хорошо так вот мы хотим чтобы вы нарушали это понимаете для того чтобы не было служебных проверок дело в том что в больнице по распорядку выписка проводится в определенное время каждый день и я думаю что это время уже кончилось и больного просто не могут выписать сейчас он же является анициативно задержанным я еще раз говорю поэтому а то есть пофигу да? для него определенные условия анициативно задержанным я вам еще раз говорю для него наложено определенное ограничение процедура будет выписана одинаковая или другая? ну выписана ну его могут выписать могут могут или выписаны вы его выписываете забираете я вам уже еще раз говорю а где вы не выписаны документы еще не оформлены только что приходил сестра и сказал что он не выписан Мы же не полицейские, мы умеем читать, понимаете? Да дело в том, что мы не полицейские, мы умеем читать, понимаете? Та справка, а не выписка. Да, и гражданин-капитан тут, гражданское лицо, командует, все хорошо. Это его желание? Ему самому забирать или кто-то из него забирает? После всего пойдемте. Слушайте, а пусть вы вообще выйдете отсюда и все, и больше никогда сюда не придете. Я могу с вами, да, выходить. Нет, давайте вы выйдете. Я могу ее с ним. Дело в том, что я не могу с ним. И что? Ну, ни с чего. Ну, гражданин, выйдите тогда, если тут спецпалата. Послушайте, вы говорите про административные процедуры. В рамках административного дела по статье 19.3, это справка приложена к делу? Да. Будьте добры, ознакомьте тогда человека. Ти-ши-на. Непосредственный участник. Здравствуйте, господин Виктор. Товарищ полицейский, прошу вас освободить. Я являюсь адвоката, потому что мне необходимо, индивидуально. Индивидуально, что делать? Я сказал, покиньте, пожалуйста, дайте мне поговорить с человеком. Это мое право и его право. Не нарушайте, товарищ полицейский. А пока уже приду, да. Вы хотите сами один на один, пожалуйста? Да, садись, мне еще плоти. Все, пожалуйста, освободите. Граждане. Вы остались. Граждане все. Выходим, выходим. Не нарушайте корресуальные действия. По-моему, не вы были адвокатом первый раз. Гордео есть у вас? Если не было. Так, ну-ка, 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 уберите-ка руки, пожалуйста. Двери, смотрите. Вопросы есть? Пожалуйста, покиньте. Кузнецов, если вы насилие не применяли, то пока что у вас первая часть. Поднимите материалы и личные его вещи на путь у его адвоката. То есть, Лунков Владимирович. Если у вас есть сомнения, что я это я, пожалуйста, вот мое достижение. Так, оставьте, пожалуйста, так, оставьте. Мне, пожалуйста, есть право. Не больно, не держите, пожалуйста. Вам не больно, не держите. Я, секунду, секунду, мне просто... Мне поможешь, я, вам поможешь. Секунду, мне нужно заболеть просто... По справке, каталку. Так, это что, насилие-то? Пожалуйста, не поможете. Мне руку больно ломайте. 286-я плачет. Часть третьего. Так, граждане, не нарушайте, граждане полицейские. Мне руку ломайте. Капитан, а что вы пацанов-то подставляете? Мне так плохо. Они же сядут, а не вы. Давайте тоже, давайте. Да, не нарушайте, граждане. Да, не нарушайте, граждане. Тошнит меня, подождите. Тошнит меня. Не надо устраивать. Ничего вас не тащит. Вы здоров, сами. Мы вызовем скидокументы, чего-нибудь, чего-нибудь. Вызывайте, видите, плохо, человек, все, стоите-то. Человеку плохо, вы что делаете? Все, все, мы все вызовем. Так, врача, сестра, зовите сюда. А я ей руки. То есть вы препятствовали? Ваши полицейские, дайте я с ним поговорю, пожалуйста. Сотрудники полиции, прекратите противоправные действия. Вы же в туалет-то бегали, как-то ходили. Как ходили, с помощью ходили. Да с такой помощью. Вон же горшок, здание. Уважаемый майор, как старший по званию, потребуйте, прекрати противоправные действия. Когда? Я только что зашел. Зачем меня ломать? Это вы решаете? Я пойду, я пойду. Может, когда задерживайся? Представьтесь, пожалуйста. Стервы не применяют, что это ваше. Мне вы не представляете. Как на основе лицо записано, где-то в этом. Можно задерживать. Задерж, задерж. Задерж, задерж. 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 Кто представляет сейчас веки отделка, он находится в материале? Кто лицо, не у вас? Судим, не отчаян. Они вас бросили. Можете прийти? Поднимите его. Они его поднимают. Это до ощущения полиции. Я его адвокат. Адуратник, адуратник. Специально не подойдите. Специально он подойдет? Ну, плохо, у нас отрисения подтвержденные. Вот в туалет тебе вот три раза увлечу. Гражданин. Выйдите отсюда. Выйдите отсюда. Выйдите отсюда. Выйдите отсюда. Что они меня крутят? Вы здесь вообще никто не представляет. Не надо меня поднимать так. А полицейские тут что делают? Мы согласны. А мы тоже выполняем свое служебное помещение. Гражданин, вы вообще, гражданин, выйдите отсюда. Это не ваше служебное помещение? И ваше. Наши. Мужчина, покиньте отсюда. На вас форма даже наша. Медики не оказывают. Это мои представители, пожалуйста. Пусть они останутся, потому что физическую силу применяют. Физическую силу применяют сотрудники. Вы только мешаете. Мешаю чему? Сопротивляюсь. Сопротивляюсь? Да. Покиньте, пожалуйста. Теперь я сопротивляюсь. Покиньте, помещи. Более болезнь. Более болезнь. Мешайте его. Созыгну полицию. Мешайте. Ментов сначала выгони в одежде. Почему вы им замечательно делаете? Мы сотрудники полиции. А мы сотрудники. Они чище, что ли? Они тоже переоденутся. Массовые средства информации. Замечательная информация. Уделение. Покиньте, пожалуйста, палату. Не мешайте оказывать помощь. Полицейские, выполните требования медицинского работника. Покиньте. Полицейские уходят. Мы выходим. Он до 60 поднимал. С какого давления? У меня никогда такого давления не было. Покиньте, пожалуйста. Я вас прошу. Ну, выйдите, молодой, сейчас скажу. Выйдите. Выйдите. Мы обеспечиваем, кстати, сохранность врача. Сколько вас обеспечиваем? Большое количество. Я еще раз говорю. Покиньте, пожалуйста, помещение. Все, да? Вы бы тоже относите. Затрудник тоже. Вам тоже. Вам тоже. Руки убрать. Вам тоже, гражданин? Вам тоже. Вы не оходитесь в больнице. Не отройте в руках. Меня трогает руках. Меня жена не трогает. Мать трогает руках. Меня трогает руках. Меня жена не трогает, мать трогает руках. Миштур. У вас что, следствие в фург? Да. Какие? Я его защиту. Вы в больнице находитесь? Ну, хорошо. Покиньте, пожалуйста, в фургане. Я прошу. Ведите себя. Я охрану раз вызвал. Вызовите, пожалуйста, охрану. Но я должен исполнить свои законные обязательства. Я должен быть со своим подзащитным. Все, я нахожусь со своим подзащитным. Переоденьтесь и будете выходиться. Если я вам позволю. Давайте я курку снимаю. Возьмите грудку. Курку, переобувку, халат нагиньте. Принесите мне, пожалуйста. Никто вам не принесет. Выйдите, пожалуйста, отсюда. Молодой человек. Я вам еще раз говорю. Молодой человек. Выставьтесь, пожалуйста. Давайте представьтесь. Я не имею права. Ну, пожалуйста. А, ну все нормально. Выходите, пожалуйста. Выходите, чтобы я здесь остался, я друг. Очень хочу. Я опасаюсь за него. Федическую силу начали применять. Прекорчайте, я за него опасаюсь. Это мой подзащитный. Это мой подзащитный. Я за него опасаюсь. Выходите. Можете находиться с сотрудниками вот там. Полицейские, выйдите туда. Мы будем находиться так, так и быть. Хорошо. Выходите, пожалуйста. Не мешайте мне. Вы сами хуже. Нет. Мейтенант, капитан вас подстрекает и подставляет. Вы понимаете, что сядете, если что, вы. Понимаете? Да, определенные действия. Но у вас голова-то вообще есть? Определенные действия. Определенные действия, да. Глаза у вас добрые, голова у вас есть? Соответственно, законные действия. Да какой закон? Обжалуйте. Если вы считаете законным действие, то выкиньте свой диплом юристу. Пожалуйста, еще раз говорю. А мы тут, вы же сказали, мы тут находимся. Вы выходите, все отсюда. Сотрудник один остается. Мы сотрудник. А, один. Ну, все, выходите. Обещаете не применять насилие? Обещаете? Я не действую обещаю за пациента. Ну, вы отвечаете за пациента. Задержан. Задержан? Задержан. А время сколько? 15.30. Так все, ребята, вы уже свободны, товарищ полицейский. Так, ребята, товарищ полицейский, ну, вы можете уже покинуть. В прошлом времени, посмотрите, закончилось. Как раз, сейчас назад. Беспредельничать будем? Камеры включены? Да. Во сколько протокол задержания в ЕТО? 14.30. 14.30. Сейчас сколько времени? 15.00. А? А уже на час. Сейчас 15.30. А, по-моему, полицейский, февраля 2019 года. Прекращайте беспредельничать. У вас какие сведения? Во сколько протокол задержания был? Ну, протокол задержания, во сколько? А? Да я не знаю, это один. Ну, во сколько? Протокол задержали. По объявлению не отправили. Почему у нас документ? Да, по объявлению не набирают. Нас, да. Нас набирают. Так, фамилия как сотрудничать? Рожков. Капитан Рожков. Рожков, капитан, кто у нас? Рожков, это дежурный. Разговариваю. Рожков его задерживал? Его время закончилось? Да. Вот у Рожкова и с Рожковой. Хорошо, а вы какое-то имеете отношение тогда к материалу? Вы хотите задержать его более 48 часов? 48 часов закончилось? Скажите мне. Или у вас другое время? Он сейчас задержан? Скажите, товарищ. Товарищ старший артенок. На сегодняшний момент, на сегодняшнюю минуту он задержан? Здесь майор есть, майор, наверное, старшего. Я его адвокат. Он задержан или нет? Это профессиональное лицо, в производстве, которое находится дело. Не дай бог, сейчас кто-то не водотронится. Шишкана подходит. Да, вот этот участковый. Угрожаете? Да, угрожаю. Не дай бог, кто-то не водотронится. Не дай бог. Пока нет профессионального документа, к нему никто не подойдет. Ваше время уже стекло. Все. Шишканов, а кто с камеры удалял видеозаписи? Грамотность и интеллекты не особо. Кого? Сейчас восстанавливают уже. Дело в том, что не только восстанавливают, а после удаления кто-то умный нашелся, что себя сам сфоткал еще. Несколько кадров сделал. Зачем? Да, молодец какой. Не знаете кто? Нет? А мы знаем. Так что все будет очень интересно. Он сейчас задержан? Нам вызывают полицию, его правоощрение, что он под комбоем находится? Он не задержан. Время закончилось. Все, профессиональное время задержанное. Мы спрашиваем, вот у личностей. Задержанное? Нет. Расскажите конкретно, он задержан или нет? Вам руководство запретило? Они не знают, что ответ-то нет. Успокойтесь. Майор вроде бы, да? Нам охрану вызвал. Я вызываю сейчас тревожную кнопку. Приедет, ребята, в масках, всех закроем. Давайте. Будет разбираться, кто вы. Положит, давайте. Давайте, давайте. Люди отдыхают. Видите, в коридоре лежат. Все, все, все. Сняли, покинули, погибли. Ну, совсем вот на блин. Можно обрадовать, если не все нормально. То есть, пачка смотрел. Так выписной эпикресс и все. Он сейчас задержанный? Да, задержанный. Он задержанный? Можно обрадовать, а вы не подскажете, он сейчас в качестве задержанного находится. Есть профессиональный документ, в котором написано о том, что протокол... А судебное решение-то есть? А можно ознакомиться, пожалуйста, мне как-то? Где дороги? Вот три человека, три человека, не могут ответить на вопрос. Он задержанный. Он задержанный. Так что, я знаю, как вы скажете, что в 14.30? Время 15.38. Там, смотрите, в 14.30 посетил, потому что, да, он противоправленный... Протокол задержания. Он противоправленные действия гораздо хуже осуществляет. Протокол задержания, он уже задержан был. Вы уже задержан был. Тихо-тихо. Ну, заберемся. Так, получается, он на... Время сейчас 15.38. Время 15.38. Ну, а что, надо нам объяснять, если уже час прошел время? Поедете, все. Там, в том же, что кажется. Он уже официально не задержан. 48 часов, прошли. 48 часов закончилось с момента задержания. Микринад, это превышение. Все, аккуратно с законом действия. У вас комитет потом будет в рамках закона действовать. Гражданин в полицейской форме, представившийся как гражданин. Отойдите, пожалуйста. Вы слишком большой, заградили проем. Вот, вот так вот, все правильно. Эх, какой вы невоспитанный. Чтобы большой свинкой стать, нужно много есть и спать. Я за аналиста. Вот. Заналиста. Наналиста? Да. Подержим аналиста. А меня пропустите? Ну, зачем там толкнуться? Хобби. А меня пропустите? Ну, зачем? Придите с палатки. Я только штуку сделал. Ну, кладу, вы тогда, да? Условник, я за вашу руку передвижить. Вы ничего не знаете там. Врач, я не знаю. Врач, что мы их задали? Вы задали документы, которые... А врач, зачем вы троимфи меня отступили? Ну, как все же... Ну, что вы... Я сейчас встану передвижить вам. Не ломайте руку, пожалуйста. Не ломайте руку, пожалуйста. Сейчас встану. Сейчас встану, возьми, пожалуйста. Мы же там уходим из-за божьей. Можно мне каталку на штуку? Давайте мы вам поможем. Не переживайте без каталки. Если вы опираетесь на меня, вы на саду нет. И не переживайте. Вот, смотрите. Верхняя одежда, пожалуйста. Осторожно. Надень его. Не переживайте. Не переживайте. Ребята, помогите здесь. Ну, мы тут это у ядровой, вытаскиваем ее с палатой. Что-то надо... Дежурному в 3-й отдел полиции? А ты не будешь расписывать все, что тебя выписали-то? Тебе же справка нужна. Я хочу знакомиться. Да, справка есть история. Меня не знакомят. А потом, когда я... Тебя просто похищают, получается. Вы меня забираете, что ли? Да. В отличие в сторону. Ну, это... Если я так... А где вы делаете? Я... Стой, стой. Я... Стой, стой. Едет, выжили, самопатичный. Нас считают. А где она? А где она? Нерои, да. Медик. Медик года. Медик года у нас. Где Луньков? За адвокатом. Вот этот адвокат же здесь вот представлялся, что мужчина адвоката. Где он? За адвокат, да. Который сказал, что он потеряет... У него 8 защитных органов. Который считает, что полиция у нас не ворочек, трудится, служит. Служим, вот видите, а... И поисчетал, что результат работает. Кузнецов, это результат преступления вашего должностного. Вы не перебегите. Какой работа? А где вы работаете-то? Работаете, да? Много заработали? Да, заработаю. А вам за это много платят? За что? Ну, за съемки ваши. Достаточно. Так же, как вам. Выполняйте свою работу. Если полиция начнет, тогда и не... Вы не работаете, вы слушаете. Всего того, что здесь, по ваше мнение. А преступники тоже работают, по ваше мнение? Вы не вылетовали? Или я давал? Кто-то вам присядет. Служить народу своей. Мы служим. Вы гнобите, а не служите. Тоже-то же сказали, работаете. Забоем вас, забоем ждать. У меня зовут Павел. Я с женатым другом Антона Валерьевича. Такого розеток в состоянии будете уводить? Одевайте его. Да. Весь пост будет еще. Ну, сдайте туда. Да. Одевайте его, что вы? Вы же у нас санитарий. А ты чего вы? Да. Это мы умеем, да. А вот помочь вы не можете. Да, вы-то что-то позавчера инвалиду, так, первой группе, спешили помочь, да, Шиканов? Конечно. Стояли, втыкали, это что такое, поднимается, да? Вы так пойдете, или вы будете? На каталки везем. Громорок падает. Все, за раз. Попринеживайтесь. Не жаль. Герои. А, капитан-водитель сейчас вводит. Смотрите, герои. Прям героя России Шишканову надо дать. И Кузнецову тоже, да. Проходи, пожалуйста. Иди с той стороны. Да. Предупреди пацанов, что там едут. Не успею, да. Ребят, вы героями будете прям. Офицеры России. Смотри, номера блатные. Да, пристегивайся. Забыл, как ремнем пользоваться. Капитан, блин. Кажик Воробеев. Пристегнись ремнем, нарушитель. Капитан. Включи поворотник перед началом движения. Ремнем. Пристегнут, пристегнут. Хоть что-то научили их, да? Пристегиваться. У тебя есть телефон? Капитан. Снимай. Пристегнись ремнем, нарушитель. Капитан. Это полный беспредел. Ну а вы подписывайтесь на канал. Обязательно поставьте лайк. Много-много лайков должно набрать это видео, чтобы все увидели, какая у нас полиция. Все увидели, какие беспредельщики у нас там служат. Ну хотя работу, что они там не служат. Служат, когда народу и по закону все, да? А эти, ну вы сами видели. Пишите обязательно множество в комментариях, что думайте по этому поводу. Чем больше, тем лучше. Только так же это продвигает видео. Это позволит большему количеству людей открыть глаза, в какой стране они вообще живут и что с этим надо что-то делать. Ну и подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик. Подписывайтесь на наш инстаграм, телеграм и группу вконтакте. Ссылки все в описании. Все, всем удачи, всем пока. Борейте за свои права.